Точил, точил и заточил такие оставшиеся бритвы, которые Николай прислал на восстановительно-заточные работы. Спешу ознакомить, потом коротенький передых и ожидаю уже очередную группу на техническое служение от Дениса. Это произойдет скорее всего, если завтра они успеют доехать завтра, а нет, значит с понедельника. Будем заниматься бритвами Дениса, а пока производим осмотр и проверку нареза волоса, остатка бритв для Николая. Первая в данной подгруппе, это всем нам хорошо известный Ле Денди от 69 номера Тиеры Сар, 41 модель в размере 6 восьмых. В большинстве своем задачи, которые по бритвам стоят, они в принципе схожи. То есть бритву надо, безусловно, первым делом обеззаразить. Далее нужно, опять же таки, в подавляющем большинстве случаев, нужно убрать обратную улыбку путем технологического барьера и в итоге бритву заточить. Так, в общем-то, большинство из бритв, которые здесь представлены, подобным процедурам подвергаются, поскольку бритвы, опять же таки, в подавляющей своей массе бывшего употребления. И, естественно, люди ими брились не один год, и правили их не один год, и правили, точили не на лучших камнях, правили на постированных ремнях. Поэтому ремни были, естественно, я так подозреваю, узкие, поэтому и обратные улыбки с этого дела образовывались. По крайней мере, из собственной памяти той, которую я помню, у обоих моих дедов в кухне висели ремни с пастами, я точно помню, постированы. Ну, кроме как пастовой, никакой другой пасты не было, поэтому использовали их. И ремни, естественно, были самые обычные кожаные, не узкие, там были, ну, наверное, 50 мм шириной как максимум. Поэтому, чему удивляться, что обратные улыбки, там, за десятилетие использования появлялись. Следующие две бритвы, это французские фреймбеки. Эти бритвы Николай будет выставлять в продажу, поэтому, если кому интересно, вы к Николаю обращайтесь, все вопросы задавайте. Вот номер 1, это у нас экстра качество, а производитель... Ле... Так, даже не знаю, что делать, потому что у меня ле фавори, наверное, так это будет выглядеть. Даже несмотря на то, что я в очках, деполз как положено. Такие мелкие значения для меня уже даются крайне тяжело. А увеличительное стекло я уже прибрал в сторонку, скажем так. Так, это номер 2, а фреймбек 1. И вот фреймбек 2. Это у нас лабари ала клайетт какой-то. Ну, опять же таки, экстра качество на клинке. Ну, могу согласиться, в общем-то, как и у всех фреймбеков, вот эта экономия на, будем так говорить, основе, она, конечно, вообще не распространяется на сам клиночек. Ну, по факту, геометрические, хоть и в микрорежиме, но это клинки. Соответственно, у них работа такая. Они бескомпромиссные, но они абсолютно чисто бреющие. И стали в них твердые, и я так подозреваю, в большинстве своем они шведского происхождения. Поэтому бреют чисто, а заточку держат долго. Итак, номер третий. Далее, в общем-то, наверное, ординарная бритва, если бы не одно, но вы посмотрите, я с таким 3D-эффектом встречаюсь в бритве впервые. Такое ощущение, что этот материал, он текуч. Ну, вот эта сторона фактически не подвержена этому всему. А вот здесь вот такие вот абсолютно какие-то, ну, я бы сказал, чарующие переливы. А бритва эта, на секундочку. Фокс Трэйдмарк. И здесь у нас пишет, что? Фокс Катлери Энд Ко. Ну, вероятнее всего, это, наверное, какие-то американские товарищи. Хотя, могу ошибаться. Ну, либо американцы, либо немцы. Скорее всего, где-то так. А по этой бритве у нее был... Вот здесь был огромный скол. Ну, я не знаю, миллиметров, наверное, 7 протяженностью. Поэтому пришлось, естественно, опять же таки, при помощи техбарьера все это дело выравнивать, заново набивать фаски и сводить их к вот такому окончательному варианту. Номер четвертый. Француженка старший бежу. Вот такая неширокая бритва. Четыре восьмых. Улыбка убрана. Вернее, бритва почищена. Улыбка убрана. Бритва започена. Тоже твердые стали на борту у них, как обычно у этих товарищей с вот таким знаком, напоминающим то ли шестеренку, то ли рулевое колесо на корабле. Очень твердые стали. Сколько, если я помню, все, которые мне попадались, они вот такие. Достаточно высококаленые. Старший бежу номер пятый. Любовь всей жизни. Бубенчик. Модель Royal Canada. Это у нас... Что у нас тут пишет? Тьерр Франц. Сто девяносто третий номер. Классическая у них, конечно, модель. Вот, наверное, повторюсь, если скажу, что... Вот у них стали самые универсальные, конечно. Они в таком, в абсолютно, мне кажется, идеальном балансе твердости, комфорта, ходовых качеств. Абсолютно универсальные вещи изготавливали. Номер шестой. Номер шестой. Легрелло. Замыкает группу. W.R. Кейс and Sons. Брэдфорд. П.A. Ну... Стоп против одного. Либо немцы, которые жили в Америке. Вернее, переехали. Либо американцы немецкого происхождения. Наверное, так. Вот она, седьмая бритва. По этой группе все. Совесть моя теперь спокойна. И, естественно, ожидаю очередного пришествия. Готов, как пионер, я вам доложу. Всем приятнейшего вечера. До скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.